всем привет сегодня предлагаю заглянуть в душу к мужчине и посмотреть что у него творится в душе потому что физически мы можем демонстрировать абсолютно любое отношение показывать что мы холодные что мы безразличные либо наоборот да что все здорово а в душе может происходить все что угодно поэтому сегодня я и предлагаю такую тему заглянем мужчине в душу а также посмотрим его эмоции и его чувства в отношении вас решила взять две темные колоды на данную тему потому что они лучше всего раскрывают эмоциональное состояние что-то подсознательное была дискуссия на канале по поводу страшных колод но девочки они страшные может быть по каким-то картинкам да здесь я согласна но вы тоже должны понимать что эмоции у нас тоже порой непрекрасные и порой тараканы которые сидят в нашей голове тоже особой красотой нет не отличаются и поэтому данные колоды не для того чтобы кого-то напугать чтобы кому-то внушить какие-то страхи не боитесь таких картинок вы на них не смотрите таролог в любом случае получает информацию от аркана от изображений из потока и нету никакого желания выискивать в данных колодок что-то ужасное и я как-то на канале поднимала тему что я очень ярый противник того чтобы смотреть негатив на темных колодах там при желании можно такого насмотреть что волосы встанут дыбом и поэтому данные колоды лучше брать на какие-то психологические темы на анализ и как раз таки заглядывать в душу и подсознание в душу и подсознание человека потому что там мы увидим все без прикрас и темные колоды как раз таки хорошо это показывают позиция сегодня будет общая я помню про гороскопы на зиму обязательно будут спасибо вам девочки большое что вы отписались по осени и я рада что по стихиям гороскопы очень хорошо резонирует и конечно значит продолжение будет и сделаю в ближайшие дни не обещаю что это будет буквально завтра послезавтра но сделаю 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 потому что нужно одновременно записать четыре видео все-таки это по времени ну довольно таки немало получается поэтому сделаю ну не могу сказать вам что быстро простите пожалуйста для тех кто ждет итак давайте смотреть что происходит сейчас в душе человека зажатость по отношению к женщине здесь женщина может быть жена здесь женщина может быть мать здесь женщина начальница весь мужчина демонстрирует абсолютно пассивную позицию но здесь позиция видите какой здесь дурак это не то что я человек который не отвечает за свои поступки я спонтанный я инфантильный нет здесь показано что я не могу действовать связи с какими-то обстоятельствами я не могу действовать потому что мне нужно не знаю маму вести на прием там вниз на психологу да я не могу сейчас что-то делать потому что я должен поехать из там с начальницей побеседовать она мне вызвала там на беседу до работы нагрузила обстоятельства которое заставляет мужчину искать оправдания которые якобы действуют и которые якобы не позволяют ему проявлять как какую-то активность я сейчас посмотрю с чем это у него связано потому что находится сейчас в ситуации не знает вот буквально девочки в какой угол чемится сейчас что-то произошло данного человека может быть его попросили уже что-то сделать попросили определиться попросили дать какой-то четкий конкретный ответ а он к этому сейчас не готов до велико влияние женщины но видите это та женщина которой можно вот заградиться на вот поставить ее впереди себя искать это из-за нее я не могу может быть этой персоной являетесь вы когда мужчина может сказать сославшись на то что я из-за твоих каких-то проявлений характера и боюсь действовать да я не могу действовать ты сама настучала мне по рукам да ты сама поставила меня в такие жесткие рамки условия что я не знаю как в этом действовать да как в этом двигаться зная свою ситуацию вы примерно должны понимать да а какой женщине здесь речь и кого мужчина здесь выдвигает на первый план а сам встал за спиной да но мы всегда должны помнить что те кто хочет он ищет возможности те кто не хочет что-либо делать он ищет оправдание вот здесь вот мужчина оправдание ищет здесь мужчина всеми силами показывает что я не могу потому что кто-то в этом виноват да кто-то меня пускает вот видите здесь связаны да в смирительной рубашке не сам же он себя здесь связал а кто-то этому поспособствовал поэтому здесь мужчина такой знаете отодвигает все на потом вот прямо сейчас не могу потому что ай-яй-яй ой-ой-ой что у меня здесь в жизни творится ну вот попозже да я обещаю но попозже мы знаем да что рыцарь пентакли карта у нас всегда такая очень медленная да она может довести человека до результата но просто пройдя вот этот вот путь который проходит рыцарь пентакли другие люди которые ждут результата они просто могут перестать хотеть не потому что не хочется да а потому что уже не надо уже не актуально и человек здесь видите демонстрирует себя и на самом деле в душе то ему не очень хорошо потому что то отражение действительности которые он видит она ему не нравится или тем не знаю поступки действия которые от него ждут они не совсем комфортно ему а и вот скидывание такой ответственности но с таким посылом что в будущем все будет подождите я сейчас разберусь подождите сейчас я вернусь все уложу сейчас не та ситуация там не то время или как сейчас пандемия я не могу вырваться до или сейчас там куча людей болеют и я вот просто даже не хочу из дома нос высовывать потому что я боюсь вот но позже все будет вот такая здесь у человека ситуация но опять же я говорю это просто перекладывание ответственности а что на самом деле как он себе объясняет вот некую такую вот пассивность неужели самому не смешно что не он виноват а кто-то на вот какое-то лицо вот он выставляет здесь причинам его вот бездействия что на самом деле у него здесь в подсознании подсознание ведь и много думать здесь мужчина принимает решение здесь настолько вот трое мыслей от которых ему здесь самому хочется бежать да у нас здесь гримуар такой вот закрытый и мечи вот мысли здесь вот буквально вот стайками роются и вот поймать бы ему здесь правильную здесь мужчина смотрите аргументируется в любом случае своей собственной выгодой своей собственной зоной комфорта может быть не хочет терять зону комфорта может быть здесь действительно от финансов зависит какая-то ситуация я могу быть с тобой дорогая ну как пример мне сейчас нужно заработать или я к тебе приеду как только я не знаю на пенсию пойду до элементарно потому что зрители у меня аудитория у меня взрослая и у меня 70 процентов тех кто меня смотрит это от 35 лет поэтому а пенсии здесь тоже мы можем вполне себе смело говорить к тому же мы знаем что есть пенсии например из-за сложных тяжелых условий труда да есть военные пенсии которые быстрее наступают нежели что у нас там 60 63 года поэтому здесь товарищ который говорит что у меня сейчас так складываются обстоятельства что именно сейчас я действовать не могу причин тут миллион каждый слышал от своего мужчину тем причина которые он озвучивает но он здесь видите не говорит что это вообще никогда не случится он говорит что это будет но в будущем да здесь нужно подождать а сам голове щас с ума сходит от своих собственных мыслей да вот как бы не растерять то что он имеет и с тем еще прицелом будущее чтобы еще и поиметь как минимум не растерять но в идеале еще и приобрести какие мысли его вообще здесь водят с ума потому что в этой колоде туз мечей но это вот прям на грани там вот мысли что его сводит с ума вот смотрите вот он не хочет остаться покинутым он не хочет остаться никому не нужным он не хочется оказаться в ситуации что он сделал какой-то выбор на его если перестанет искать здесь виноватого или из перестанет искать виновного и вот он один на один с каким-то своим решением и самая страшная мысль которая здесь овладевает им что если я сейчас что-то сделала дали я сейчас здесь что-то выберу потому что возможно здесь и ситуация выбора стоит у человека то как бы мне не остаться неудел как бы мне не пожалеть о том решении как бы не остаться таким человеком который оказался вдруг никак никому не нужным но как пример чтобы здесь было понятно мужчина вы с мужчиной живете в разных городах мужчина имеет квартиру например мужчина имеет хорошую работу и чтобы вам вместе быть мужчине нужно переехать к вам он переезжает свою квартиру там имущество например он продает работу он тоже ему придется менять в любом случае приезжает а между вами не получилось между вами отношения не сложились и что ему делать да там он все потерял с вами здесь ничего не не приобрел и и вот он да мудрости набрался в любом случае но так или иначе в одиночестве другая ситуация мужчина выбирает между двух женщин одна хорошая добротная статусная и так далее с деньгами другая где любовь страсть и все да отказавшись от денег хотя ему этого не хотелось бы он в отношении где любовь но любовь у нас такая вещь да я сегодня люблю и год люблю а дальше мы привыкли к друг другу и разочарование да и все я отказался от чего-то имущественного да вот решение своем быть женщины а в итоге все да и не не любви не осталось не шанс здесь свой профокал привожу примеры потому что не все к сожалению на моем канале могут для себя подогнать свою ситуацию под расклада бывает такая ситуация что когда ты приводишь пример и тогда человек и человек четко понимает что да это моя ситуация да вот один в один как у меня вот не обижайтесь те кто у меня умные молодцы и вот буквально по арканам понимают по описанию арканов что это их ситуация не их вот не нравится просто когда я привожу примеры проматывайте и слушайте когда будет другая карта если не хотите терять время но примеры они как показывать практика важны очень дальше а вообще спокоен ли мужчина в целом в своей жизни ну вот здесь спокойствия нету казалось бы живи да радуйся а есть какое-то напряжение с чем она у него связан скучно неинтересно здесь мужчина вы действительно он находится в поиске более в более веселого наверное так скажу более веселого образа жизни и здесь мужчина имеет два варианта развития ситуации и с одной стороны здесь скучно неинтересно но есть какая-то база с другой стороны вообще непонятно что там будет и поэтому пытаясь он примирить две своих мысли до на своей волне здесь мужчин пока вот ну не знаю в забвение здесь какое-то в по забвении в какой-то впал как только понимаешь что вот этих из двух мечей уже нужно вот в какую-то сторону склониться вот она та ситуация ай-яй-яй ой-ой-ой и да я буду действовать да буду попозже а сейчас я найду миллион причин миллион отговорок для того чтобы пока никакого решения не принимать страшно девочки вот здесь вот страшно сделать какой-то выбор я думаю любой из вас тоже была ситуация когда вы выбирали между двух каких-то вот важных для вас событий до туда или туда с этим мужчиной ли либо с этим и вроде бы все ничего пока вы об этом думаете но как только вы понимаете что вот она пиковая точка настала когда вам нужно определиться и вот та паника вот сейчас вот такая вот паника но она здесь сильная паника на здесь девятка мечей такая очень мощная карта когда человек в отражении но здесь больше отражение что он для себя представляет то самое что его позволит выбрать и все да здесь от ас прям хочется более жесткими словами сказать но все таки не формат данного канала поэтому скажем просто капец девочки то что здесь мужчина для себя нафантазировал так что еще здесь ну вот как вариант здесь то у очень многих отыграется что здесь в выбор между двух женщин неважно кто эти женщины жена и любовница здесь может быть женщина женщины вообще никем ему не является на свободным мужчина и две свободные женщины но тут видите к одной больше страсть потому что она манит она какая-то загадочная и история с ней такая вот закрытая да он мало кому может о ней рассказать он мало может рассказать о том как он видит будущее с ней но тем не менее мы всегда знаем что что-то такое тайное скрытое она всегда манит она всегда будоражит адреналиновая такая история вторая ситуация больше бытового характера но и выгод здесь больше потому что королева пентакли пусть она не такая загадочная да и не такая манящая как верховная жрица но королева пентакли может дать спокойствие определенность ресурсы деньги зону комфорта спокойное проживание вот я не знаю насколько здесь может лечь ситуация где соперница является мама но по опыту тоже хочу сказать что мамы являются еще ого-го какими соперницами и несмотря на то что маме может быть там 80 и больше лет и женщина такие ого-го вот и не каждая еще женщина будет связываться с такой властной маму может быть да но опять же здесь вы смотрите свою ситуацию может быть мама действительно наследство пообещала если он не женится чтобы никакая алчная женщина не подобрала имущество моего сыночка и моё может быть такая ситуация на вполне здесь дилемма здесь да у мужчины здесь дилемма вот здесь здесь одна из женщин определенно имеет очень сильное влияние на данного мужчину здесь конечно вот да так как ситуации много здесь может быть а две женщины между которыми выбирать мужчина а третья не знаю подруга детства сестра коллега по работе с которой он советуется и она здесь больше выступает в роли знаете такого аналитика такой третейский судья который может как склонить мужчину в сторону выбора так и отвергнуть и но если здесь и третья женщина не участвует то здесь одна из двух женщин которая на выбор мужчины может повлиять потому что королева мечей и карта мага то есть женщина одним словом здесь может вот как-то точки на дыр оставить я не знаю кто из этих женщиной женщина верховная житель королева пентакли играет роль еще и королевы мечей когда либо отрежу либо все-таки приму решение что ты будешь со мной я не знаю вот но вот здесь опять же или или вот перекладывайте на свою ситуацию подстраивайте потому что общие расклады это так как конструктор когда вы добавляете свои детали то есть вот он вам скелет вот и вы наращиваете мясо вот ну слово такое ну ладно и ну скелет мышцы наращивать хорошо мышцы наращиваете на этот скелет и приобретаете свою собственную ситуацию которая будет индивидуально ваша давайте я сейчас построю что мужчина вообще сам думает о всей этой ситуации ну вот не виноват я все произошло спонтанно все произошло быстро что вот как-то контролю анализу этой в данной ситуации мол мужчина вот не контроля не анализа не мог а вот он не мог вовремя как-то я не знаю остановиться там или вовремя вообще не влазить вот какую-то историю самому теперь плохо самому дурно вот и приходится человеку теперь выгораживаться объясняя что я сейчас не могу потому что есть вот кто-то вот кто мне здесь связал руки обязательствами я не знаю кредитами бедненький я несчастный видите что ему остается сейчас быть лишь свидетелем того чтобы что происходит а вот я вот я сижу здесь просто наблюдаю вот за каким-то действием сделать ничего не могу потому что я вот но вот здесь видите здесь пьяный сидит бутылка здесь безысходность такая пятерка пентакли мы знаем что это еще и карта такой такой бедности духовной бедности да и физической здесь в том числе как так получилось здесь мужчина спокойно скажет я не знаю да все вышло из-под контроля данной карте здесь вышло все из-под контроля да какая-то совместная деятельность на которую ты возлагал одни надежды а как-то ситуация вообще стала выглядеть совсем по-другому причем как-то очень спонтанно неожиданно для него давайте наверно возьмем черное таро еще на нем заглянем в душу мужчины что там вообще в душе в потаенных уголочках ну жертва мужчина жертва которого если спросить ну что дорогой как твои дела он наплачет здесь целую кучу слез он расскажет как ему здесь плохо он расскажет какой он здесь бедный несчастный как он в этой ситуации тяжело себя чувствует и причем здесь король то в маске да здесь то что он будет говорить конечно будет говорить так как выгодно ему я не вижу здесь особой жертвы такой да я здесь вижу человека который пытается отодвинуть момент принятия какого-то решения под всякими благовидными предлогами для того чтобы я не знаю что ему время нужно смелости набраться или время нужно чтобы окончательно уже выбрать чтобы не жалеть потом но по факту здесь просто отсрочить некоторое событие потому что ей если его делать здесь и сейчас становится очень страшно может не получиться может остаться вообще один да остаться ни с чем бедный несчастный отшельник отшельники у нас никогда богатыми людьми не являлись это люди которые добровольно отказываются от всего для того чтобы найти смысл жизни вот и ходит бродит но в одиночестве он не хочет быть таким человеком который смысл жизни вроде бы понял вот а при этом оказался без своей зоны комфорта вот позаботиться о зоне комфорта ему важно что еще здесь в душе данного человека смотрите вот из короля жер жезлов трансформируется в королеву жезлов здесь больше с оглядкой на женщину здесь больше пусть она решит или я буду действовать как женщина больше эмоций больше истерик пусть королева жезлов все-таки это не королева мечей который может эмоциональным ой мечей королева кубков да которая может эмоциями и может любую ситуацию вывернуть так что ты думаешь боже не обижайтесь девочки в которых преобладает водная стихия но я думаю вы понимаете как вы можете добиться своего нытьем истериками либо наоборот вы будете каждый день прям расцеловывать за любите до невозможности чтобы получить свою королева жезла все-таки это женщина импульсивная она может как зажечь так же злом своим так бахнуть что искры из глаз но здесь мужчина все-таки будет действовать какими-то такими женскими методами и вот сказать что здесь мужчина вот остается мужчиной вот в полной мере я не могу здесь больше женщина да вот станет мужчиной в этих отношениях больше женщина будет способна принять решение нежели мужчина его роль теперь будет принимающие знаем да что мужчина это силы дающие женщина принимающие так вот он от своей силы дающий отказывается потому что ну как он считает стал заложником ситуации какой-то который вводит его в состояние жертвы вот и поэтому я теперь немножечко поменяюсь ролями трансформация здесь кто-то уже скажет домой уже до слушается мама там слушается свою сестру живет их умом по их указке может быть для кого-то вы позже немножечко заметите что действительно решение должны будете принять вы а мужчина будет ну не знаю губы периодически надувать истерики может быть какие-то закатываю ну как минимум глаза в потолок будет закатывать богом боже ну что ты мне такое говоришь мы женщины обычно так делаем здесь мужчина хотя вот смотрите здесь в душе понимают что такими методами он все равно так или иначе останется один к что это такое ну конечно здесь может показаться ситуация что до выбирается до выделывается и останется в одиночестве да может такое что обе женщины которые здесь участвуют они просто психа ну да одна послала вторая послала ну и собственно все есть момент опасности того что если я затянул прям вот вот совсем затянул то мне самому будет хуже в перспективе опять же не быстро но он понимает что терпение тоже не резиновая и поэтому конечно ему будет выгодно что чтобы не остаться как не остаться одному чтобы в ближайшее время какая-либо и женщин сама помогла ему принять решение решение здесь будет только одно одна и женщина сама от него отказывается и все тогда у него остается один конкретный вариант и собственно делать ничего не нужно как баба здесь не обижайтесь обычно мы женщина ждем поступки от мужчин мы ждем чтобы он как-то проявил себя мы ждем чтобы ну ну хотя бы хоть что-то да чтобы я увидела что ты мужчина ну нет здесь проще сказать что ну раз ты так решила раз ты не хочешь меня ждать или раз ты не хочешь войти в мое собственное положение ну значит да значит видимо нам надо расставаться ты же так хочешь да ты же торопишься не торопится он никуда потому что здесь видите если в торопяк сейчас ему принять решение то он боится что она будет неправильная для него хорошо давайте чувства эмоции будем смотреть но как-то здесь уж совсем мужчина что-то он как-то расклеился уж в принципе он склееным никогда и не был тут прям совсем чувства эмоции которые он испытывает женщине которая смотрит на данный момент 0 2 каков девочки то чувство на самом деле чувство и это знаете вот неожиданное открытие для него было посмотреть какая здесь шестерка пентаклей не что принесло письмо мужчине на не почтальон в обычном виде не из почтового ящика достал не видя кто что-то такое предстало с горящими глазами как будто бы знаете гром среди ясного неба что а это же окажется чувство а я оказывается влюбился или а я окажется полюбил ну конечно здесь тогда и понятно что если еще и чувство да вот осознание чувств обрушилась внезапно тогда конечно здесь патовая такая для мужчины ситуация чувство здесь есть вот здесь сказать ничего не могу если еще трактовать шестерку жезлов по классике да карта победителя карта ситуации когда это дается тяжело да это дается кровью болью но все равно это победа мужчина здесь вправе себя считать что он любовь вашу завоевал и что он в этой ситуации в любом случае разбудил вас чувства сам чувствуете познал что он в любом случае здесь должен выгодно выглядеть ну не знаю я думаю наверно в ваших глазах да что я же тебя люблю но ты же мямля да ты же ничего не делаешь но одно зато я тебя люблю да вот какое достижение ну вот здесь примерно так не хочу уж совсем здесь жестить по поводу данного мужчины но вот напрашиваются выводы что здесь вот не виноват я она сама пришла ну вот не виноват и любовь сама здесь видимо пришла все здесь хорошо здесь в плане чувств карты вообще шикарные здесь чувство у мужчины девочки она созревшая у кого-то здесь дозревает потому что здесь четверка жезлов карта когда мы приходим домой после долгого пути а есть в психологии такое понятие как дома с человеком как дома или в какой-то ситуации ты как дома когда тебе хорошо ты можешь расслабиться но здесь чувства и эмоции что ему с вами безусловно здорово и это путь который пройден как минимум на середине пути то есть это не та ситуация когда вы встретились неделю назад и все влюбился это страсть на это химия а здесь уже чувство которое уже находится на определенном этапе ну хорошо и как он себя чувствует в этих чувствах какие испытывает эмоции прояснить здесь хочет а ему тоже девочки видите важно а заинтересованы ли вы в нем так сильно а на что вы готовы ради него из рыцарь жезлов прям активный такой видите борец просто здесь в труху да вот что то такое вот летит летит с чем борется данный у нас товарищ здесь готовы вот вы я не знаю вот биться вот как он да как он считает по карте победителя да вот победа которая досталась до сложно но она достала так и вы готовы ли вы ради него вот просто я не знаю вот вот всех растерзать а потом сказать что так и было ему важно прояснить то есть его любовь она такая хорошая спокойная все а вы с обратной стороны да ну чисто бабская позиция вот опять же да все возвращаясь к тому что здесь мужчина встал в оппозицию женщины в принимающую сторону до позиция принимающая ты будешь за меня бороться ты будешь за меня драться ты будешь меня защищать что-то сделаешь если меня победе да или что ты сделаешь если я я ну не знаю останусь без квартиры останусь без работы останутся просто нищим на твоей я тебе нужен буду все эти вопросы у мужчины теперь идут вашу сторону потому что он здесь понимает что чувство есть эмоции и а что дальше я-то люблю да и все мне от этого хорошо от это что здесь видите здесь за с вашей стороны чтобы мужчине как-то я не знаю успокоиться либо действительно делать выбор вашу сторону должна быть абсолютная уверенность что вы за него в случае чего горой встанете на оденете доспехи латы да вот вся сядете на дикого зверя и все и как пошли всех здесь бить терзать побеждать скажите дожились там чтобы женщина у нас за мужчин бороли чтобы женщину у нас здесь мужчин защищали ну бывает порой да мы видим таких мужчин которые превращаются трансформируются либо считает что им выгоднее занимать более такую женскую позицию да и женщина у нас сильные мы же боролись за то чтобы быть с мужчиной наравне эмансипация пожалуйста за что боролись на то и напоролись теперь у нас мужчины физически сильнее эмоциональнее эмоционально слабее они и были слабые довольно таки да они тяжелее боль переносят они тяжелее переносят эмоциональные какие-то потери проблемы они этого не показывают но им сложнее а тут видите мы их научили и эмоциональности мы их научили состоянию когда ты можешь принимать а тебе будут давать поэтому почему нет класс конечно чтобы вы боролись чтобы вы отстаивали причем долгое долгое время вы сохраняли по отношению к нему состоянии спокойствия чтобы он был удивительно вашим миром вокруг которого вы бы как не знаю как планета спутник да вот крутились мы вокруг его орбиты чтобы вы были женщина из которой он был вы знаете вот прям вот как в крепости такое вот состояние ему очень важно словить и он должен быть уверен что с вашей стороны это именно так не знаю на проказничай чтобы вы максимально смогли его понять да вот спокойно бы его выслушали не знаю поверили чтобы ему сказали вот ты мой мир и больше для меня никто в этом мире не существует да ты самый главный и самый важный человек на всем земном шаре и я ради тебя сделаю все да все что меня зависит вот такого состояния и причем все сделал ратьяй и не зависит да где ты что ты вот в каком состоянии ты будешь бедный там или богатый грязный там или попрятный вот почему то вот но здесь не на грани безусловной любви но здесь состояние когда действительно вы все чтобы не делали для него или ради него чтобы он чувствовал себя пупом земли девочки ну вот сложно сказать иначе вот пуп земли не и вот и все я не знаю стоит ли дальше принца данного смотреть наверное уже не давайте я построю вам совет вот по данной ситуации потому что вот чем дальше копаешь тем таких тараканов находишь я хочу сказать что это его собственное представление ваших с ним отношений да так как он хотел бы это нисколько не говорит о том что вы должны этому соответствовать да там обязаны и ни в коем случае там винить себя там что вы не можете ему это дать там силу причин тоже да не стоит ковыряться в своих каких-то в поисках своих недостатков человек каждый сам по себе уникален да и каждый имеет право ждать от другого чего-то своего собственного ну вот этот мужчина тоже ведь считает что вот именно так он видит идеальные отношения между мужчиной и женщиной когда он в более слабой позиции женщина поменяться ролями ты у нас мужчина в отношениях как бы да ты все даешься делаешь а я женщина которая готова чтобы его защищали ее защищали до которая готова чтобы ее принимали такой какой она есть и все я расслабился совет вам безобразие хочешь сказать бывают и такие мужчины совет вам девочки это не последний поезд в котором вам не последние вагона который вам нужно запрыгивать это не последний товарищ который будет вашей жизни это человек безусловно ваш кармический партнер что-то вы с ним отрабатывать свою собственную самооценку или отношения вот формат которых которые вам не подходят до чтобы открылись глаза потому что дальше у вас будет еще один шанс причем шанс который обязательно должен случиться для вас подождите прям шикарных перспектив я здесь не вижу карты опять же сами видите потому что как-то вам в дальнейшем либо на всю жизнь как у нас любят говорить новый человек не нужен будет но этот человек приведет вас в равновесие этот человек вернет вам тот уровень энергии который вам нужен вот успокоить до дать понять что есть и другие люди переключить ваше внимание вот видимо сильно себя потрепали или потрепете в этих отношениях что для того чтобы ну как минимум вы могли чувствовать себя полноценно чтобы вам хотелось жить радоваться жизни вот и нужен будет стабилизатор какой-то в отношении вот как соль да вот как приправа чтобы вот прям по вкусу было чтобы жизнь по вкусу но вот так это будет помощь помощь для вас да вот восстановить вас опять же любые отношения они всегда имеют некую перспективу но перспектива на из перспектива мы можем ей пользоваться и делать что-то для того чтобы она реализовалась можем действовать совсем иначе поэтому огульно сказать что эти отношения вы ни в какое русло не переведете я так не могу да это будет абсолютно неправильно но то что человек вам поможет вновь крылья расправить вновь поверить себя вновь вот хотя бы хотя бы вот успокоить такой человек будет что там будет дальше я не знаю посмотрите есть канале раскладу на дверь на три позиции на нового мужчину посмотрите вот но здесь пока ситуация что вам хотя бы нужно успокоиться поэтому не игнорируйте знакомства которые которые ну но не интересный мужчина до для вас но не нравится он внешне не симпатичен вас никто не заставляет с ним в постель ложится вас никто не заставляет за него замуж выходить но просто пообщаться и обменяться энергиями было бы полезно но совет это всегда номинальная и совет это буквально послушать и поступить по-своему как вы поступите здесь вы конечно решайте вот моя задача мне просто хотелось поставить что здесь в этой ситуации но здесь больше не совет здесь ну совет обратить переключить внимание будет возможность да и не зацикливаться что все козлы и вообще мне никто не нужен просто пообщаться да не без обязанности с этим человеком что-то продолжать вот но так или иначе ваша жизнь ваших руках и вы хозяйка своей собственной судьбы поэтому живите радуйтесь жизни будьте пожалуйста здоровы и конечно же живите по принципу вчера мечта сегодня цель завтра реальность до встречи в новых видео пока пока мои хорошие